могу поспорить что никто из зрителей не вспомнит этого человека сидящего за рулем было привет привет ребята последний раз вы увидели 5 или 6 лет назад это мельком и ту ночью это мы были нетрезвы слова ты что-то делаешь но тоже мероприятие что и ты едешь я думаю что это интересно мог бы и пошутить чего-нибудь привет а девушку завод на будем называть ее моя можно тогда моя отлично она только два слова на разуме ах ты какой ты научил мы в пекине куда вы нас ведете вперед только вперед такое ощущение что эти девушки пришли сюда познакомиться в моих они не мои они китайские они пекинские любит больше чем китайцы вечерний пекин живая музыка разливное пиво молодежь море людей люди района здесь вечером ну без ну без ну без ну без ну без ну без ну Попец народу. Вдоль этих озер есть еще вот такие улочки, по которым тоже гуляют, кишкуются, продают всякие сувениры. Можно попробовать утку по-пекински сразу завернутую, маленький кусочек. Как вкусно пахнет. Вы на каком языке общаетесь? То ли на английском, то ли на китайском. Китайский тандыр прям. Мы сразу на дискотеку попали. Да, да, да. Ресторан-дискотека. Такого нигде, кроме Китая, встретить нельзя. Налетай, не скупись. Утка! Это еда старого Пекина. Я вот конкретно вот это не очень. Не очень. Не очень. Ты очень? Когда в одной кастрюле кишки варятся с булочками. Ну ты же хотел в Пекин в северной кухне поесть? Давай, вперед. В основном хого. Пекинский самовар. Это пекинский самовар. Пекинский самовар мы уже пробовали. Видео есть на канале. Здорово. 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 Что хотим? Мне вот это нравится. Красиво выглядит. Как видите, у нас янро. Вот у нас янро. Вот как янро. Мы со Славой сегодня ели один раз, пока летели в самолете. Дали нам такие вот маленькие бутербродики и такую маленькую булочку и запили соком, да, я кока-кола. И поэтому мы съедим, нам что бы сейчас не подали, мы даже гвозди съедим и переварим. Колоритное заведение. Такие все привет кричат. Специфический запах, не могу объяснить, очень-очень влажно и деревянный стол. Это настоящее дерево. Ты посмотри, там раковина из дерева. Надо в туалет сходить, чтобы раковину посмотреть деревянную. А трубы, трубы канализационные из чего? Не знаешь, да, из металла. Не полностью стилизовали. Ты потрогай, такое ощущение, что ее нет. А, ты только руки помол, не трогай, не трогай. Серьезно, ее трогаешь, руки прилипают. Да, мне кажется, если ее отбежать, то можно найти. Второй вирус найти. Не надо есть никакую летучую мышь, достаточно облизать этот стол. Не, ну мне нравится, главное не придираться. Это, кстати, пепельница. Да, я не шучу. Я правду вам говорю. Нам принесли пекинский самовар. Пекинский самовар, заметил, да, как отличается кастрюлька? Водичку. За встречу. Горла. Вау, хорошо. А ж зубы сводит. Какая красота. Вы посмотрите, что мы сейчас будем есть. Какое-то неестественно красное. Такое ощущение, что красителя добавили, да? А нас тут радушно принимают и кормят. О, и баранинка тоже. Говядинка, специальная говядинка. Из Австралии, из Новой Зеландии. Нет, 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 это не мраморная. Но выглядит красиво. Вот такой самовар, это старый пекинский стиль. А куда баранки навешивать? Какие баранки? Как в России. Еще нам принесли капусту и много-много видов грибов. Это все грибы, да? Да. Как оно тонко порезано. Ё-моё, это же просто бумага. Вот кто изобрел папирус. Здесь можно варить, я так понимаю, жарить, да, сразу? Не мношка. Нет, жарить, нет, не мношка жарить. Увы, так получается. Свежиной пахнет. Такое ощущение, что эту корову только что убили и сразу сварили. Очень хорошо, да. Я пока попробую совсем не остренько. Просто мясо с соусом. Это ореховый соус. Ну, за знакомство. Давай. За знакомство. Мне очень приятно, Слав, познакомиться с тобой. Она мясо не ест. Ты кто не ест? В смысле? Она вегетарианка, что ли? Нет, нет. В Китае девушки, они едят за пекло. И поэтому они мясо не ест. Они налегают, мог бы, чей фрукт. Поэтому все твое. Мясо где? Почему ты все твое? Я впервые за много-много лет могу сказать, я обожрался. Мясо. Я реально больше не могу. И это не шутка. Вот эти две тарелки я съел практически один. А Слава может только полторы. А Воло сегодня сказал, а я не буду есть. Я вообще не ем. Я вот только вот занюхиваю немножко. Он просто сказал, что знает места более вкусные. Туда мы еще сходим. Слава сказал, обязательно нужно посмотреть в туалет. Действительно, очень колоритно. Прям деревянный туалет. Как в деревне. И деревянный рукомойник. Это не подделка, настоящая дерева. Вода есть. Ну да, туалет крут. Очень крут. Две эпизальчики. А, так тут нет балкончика. Я думал, туда выходить можно. Нет, нельзя. Только так посмотреть. Выйду на улицу, гляну на Пекин. Плавают гондолы. Здравствуй, мускулатура. Пол девятого. Народ тусит. Еще спать не ложится. Не то, что у нас в деревне. Слава угорает над нашей деревней. У нас в девять уже все спят. Все магазины закрыты. Пиво не купить, блин. У нас в деревне, это в смысле не в Гуанчжоу, где мы с Веной живем. Не во всех заведениях одинаково шумно. Здесь романтик. Я люблю так ездить. Она небезопасна будет. Вот. Да. Небезопасна. Я просто начинал уже там, из каких моментов. Она и будет небезопасна. У нее стаж 7 лет. И ты знаешь, я очень рад, что у нее уже нету ту БМВ, которую мы продали. Когда была БМВ, было хуже. Это, ребята, это уже в деревне считается. Это уже, ну, грубо говоря, в двух километрах от границы Пекина. Мы в пригороде Пекина, в какой-то деревне, в которой проживает всего лишь каких-то 5 или 6 миллионов человек. Добирались из центра. Больше часа. Нихао. Вот что я люблю. Ну, у меня прям улыбка такая, да? А мы что, прямо здесь? Ты видел туалет там? Да, классные ведра. Мне тут нравится. Ты мог такой запах. В Пекине и в других крупных городах вот такое запрещено. Була очень хорошо говорит на китайском. Как он говорит, еще не идеально, но он стремится к этому. Когда я с ним познакомился, он говорил хуже. Вот это правильное пиво. 620 миллилитров бутылка. Не то, что сейчас по 0,5 начали разливать. Ну и кружки, конечно, вообще круть. Но они легкие, они неправильные. Конечно неправильные. Это подделка. Ну что, вы забыли, что вы в Китае? Это что за фигня? Почему не открыли? Я думал, он открыл. Бежит, бежит, бежит. Отличие от юга. У нас приносят орешки, здесь семечки. Открывай, открывай. Мыть будешь с пивом? Давай, почему нет? Семь вообще мощная. На юге посуду моют, приносят чай и моют. Здесь ее не ополаскивают. Пинг, г, г здесь проходит. Бинда. 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 То ты имеешь в виду самое... Бикинские приключения. Самое прохладное, самое холодное, которое у тебя есть. Если ты говоришь лянда, это что-то между обычным и прохладным. Семечки и бобы. Да, давненько я так не сидел на улице. В летнем кафе. Уходит, уходит. Это такой колоритный Китай, да, Слав? Да. Ну, кое-где еще есть. Бинда, снимай, кушай. Кушай, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Это ты за зрители ответил. Ну, ты же зритель. Зрители там, слюня бедные. Сволочь, поймай его, приеду в Китай. Убью тебя. Ты так же хотел со мной поступить? Да, кстати. Как семечки. Баранина вообще залетает. А мы не лопнем, деточки. Кто такой голодненький? Красиво, да, Слав? Да, вообще близки. Прямо, аж вообще. Красками. Где вам будет приятно? А запах? О, горячо. Денис любит такие. С чесночком, да? Ну, я попросил по одной, а вы сразу такие шиканули. Да, с чесночком. Вот ты уже улыбаешься? Да. Ты же не просто так улыбаешься, правильно? Сначала подают мясо, потом подают хлеб. Вот это большая проблема. Администрация заведения нас решила добить. Принесла в подарок арбуз. А сладкий-то какой? Офигеть. Да, сидишь, варишь, ешь. Я, кстати, ни разу такое не пробовал. Хо-го шао-као. Тут это называется молотаном. Ну, ладно, пусть будет молотан. Все, наелись, наобщались. Да, 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 да. Вот это кайфет. Ну, нет, нет, пойдемте отсюда, а то мы сейчас еще купим 3 килограмма домой. Все, спать, спать, спать. До завтра. Спокойной ночи, машинка. Ну да, ну вот, ребята, смотрите, приехали. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...